Нельзя называть марш русский, то запрещается слово марш. Русские хотят отменить всех недовольных, пытаются подверстать и утрамбовать по пресловутым статьям Уголовного кодекса 280 и 282. Это специальная русская статья, чтобы подавлять и привлекать незаконно в уголовной ответственности всех недовольных, всех инакомыслящих. В Российской Федерации можно говорить о чем угодно, о ком угодно, но только не бунтировать, не педалировать русский вопрос. Вот так не будет, потому что основной и главный хозяин в земле русской и даже в этой Российской Федерации есть русский народ. По всем международным правовым канонам у нас государство должно быть унитарным, а но у нас бононациональное по факту и более этническое. Они как-то пытаются убедить много национальное, много профессиональное, пытаются не традиционные, религий выбор за традиционные. Сегодня мы здесь, чтобы вам сказать, дорогие друзья, соратники, москвичи и мощи нашего города. Живите меня с молодоправдой. Скорее вы давно уже не слышите экрана по настоящему старшим голубыми. Не смотрите этот зомбоящий, не смотрите этот дурожков, потому что там 99% лжи, перенормивания или сокрытия настоящей истинной информации. Настоящих патриотов, русских националистов не допускают до экрановских видений. Они страшно боятся правды. Теперь поют уже несколько лет песни про Сирию и про Украину, так что уже всем это надоело и обрыгло. Но вы сегодня, придя вечером, включите новости, нигде не увидите, что мы здесь проводим русский марш, потому что власть боится только одного, нашего русского народного единства. Боится того, что русский народ проснется и занявит свои законные права на власть, на финансы, на мир. Вас выгодят русскими фашистами, подразумевая, как мы все русские партииотов. Но это не так. Настоящие фашисты – это они, которые созданы, создают невыносимые условия для русских и для других каменных народов России. В России четвертая, мы говорим о России, подразумеваем, разумеется, Российская Федерация, потому что у нас украли все. Украли финансы, власть, украли собственность и хотят украсть саму душу. Но ничего не получится. Рано они начали делить рейсы русского народа и российские недра. Скоро этой власти придет кирпич, скоро этой власти придет конец. Она движется к своему логическому завершению. И вот сегодня, смотря на его смыслом, украину, вывеса Украины, подставляет ей слово Российская Федерация. И все будет точно так, как они говорят про Украину, что власть отзрывает, что власть не слышит наград. Огромная социальная дистанция между властью мужчиной и простыми разрушками. И все больше то, что они говорят про войну, все больше так же за пятой относится к Российской Федерации. Сегодня на русском марше, который традиционно проводится в России с 2005 года, выступят наиболее лучшие ораторы и наиболее хорошо подготовленные наши русские патриоты и националисты. И когда говорит человек с официальной переговоры, говорит слова правильные, но народ их не воспринимает. Почему? Потому что в их словах нет внутреннего огорения, нет угроженности. Слова вроде правильные, а виды, что человек говорит плохо. А мы здесь с вами говорим истинную и сущную правду, которую нам дозволяет, подчеркиваю, дозволяет говорить еще три года. Только один раз в году на русском марше. Многие наши граждане Российской Федерации по существу никакими гражданами не являются. Они являются россиянами, говорят, что мы видим, а с семьей на москаре. Это люди, которые, несмотря на большое воздействие, продолжают летать на отдых в Кунис, в Египет, в Турцию, не понимая, что там они могут найти свою жизнь, если обуздание, глупые и адекватные, а не подставляют своих детей. И вот такая мишеника политическая и идеологическая творится во наших, так называемых россиян, которые возникают за очумелой пропагандой по-первыху, по-второму и по-третьему закону. И потом становятся, что они очень любые образования у нас сейчас превратились в абсолютную пустышку. Все эти реформы, синонимящие другому слову, разруха. Россия огромный уровень безработи. Люди не только в Москве, Петербурге, но и в других городах начинают понимать все усиливающее все давление, нарастающего экономического кризиса, кризис внутренних делах. Мы всем прощаем долги. Простили 32 миллиарда долларов Куни, простили по 10 миллиардов Ирану, Ираку, Монголии, другим странам. А нашим старикам и нашим пенсионерам они не прощают ни копейки. Людей всех закабалили различными кредитами и ипотеками. Делают это хитро и просто. Не платя зарплату, человек вынужден да получше занимать деньги. И потом он уже начинает работать на вот эту банковскую систему. Многие люди, конечно же, еще не созрели, запуганы, боятся потерять последнюю копеечную работу. Но все равно настанет время, когда страх покинет души даже россиян. Известно, что страх делает сильного слабым, страх делает умного глупым. Соответственно, сейчас много еще хрустливых и глупых людей, которые боятся выйти на русский марш. Но так будет не всегда. Приветствую всех участников русского марша. И знайте, что вы лучшие люди нашей страны и лучшие люди этого города. Мы набираем Москвы. Слава всем нам. Слава России. России и русскую мласть. России и русскую мласть. Россию и русской млу. Россия и русскую мласть. Правое частью buildability. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 От Калининграда до Владивостока многие продолжают еще спать, боятся, но скоро бояться уже будет нечего, потому что нас лишают собственности, лишают рабочих мест и, соответственно, это все может закончиться очень и очень плохо. И для всех олигархов, которые сейчас вкладывают наши наворованные деньги в швейцарских и лондонских банках, тоже не светит ничего хорошего, потому что все равно мы достанем их и там, и всех их ждет суровый приговор всего возмущенного русского народа. Для других коренных народов России также будут созданы более благоприятные, чем сейчас, условия. У нас в стране будет только один верховный правитель, а не как сейчас два президента Российской Федерации и Татарии. До сих пор не слагает глава Татарии себя в статус президента, заставляет нас сильно учить другой язык, забывая свой русский. И этот сепаратизм, он тлей на Северном Кавказе, в Татарии, отчасти в Башкирии. Разумеется, при русской власти со всем этим будет жестко покончено, и русские люди будут чувствовать себя свободными. При нынешней власти мы провалились в новое средневековье. Кругом возле нас шлагбаумы, всякие рамки, мина, искатели, проверяющие, полицейские, дворники. Нет только одного рабочих мест. Встали за лови и фабрики. Нет зарплата, кто работает, работает за нищенскую зарплату. И вот находят только одну отдушину. Полететь, скопить деньги в недружественные нам страны, типа Тунис, Египет, Турция и так далее. Где их может ожидать в результате теракта смерть. Но это глупые россияне, которые подставляют себя и подставляют своих детей, которые портят свое здоровье, питаясь в Макдональдсах и в этих троскистых КФК и прочих конторах быстрого питания. Соответственно, мы предлагаем другую программу действий. Не просто критикуем нынешнюю власть. Мы говорим о том, что национализируем Центральный банк, средства массовой информации, национализируем основные сырьевые и базовые отрасли народного хозяйства, возвратим сельское хозяйство, будем расселять крупные города, потому что нет никакой необходимости сейчас в урбализации. Другие города – это неизбенно-магистицированные объекты, которые перемолачиваются люди, которые в лесу ничем не занимаются. Вся эта работа не так, чтобы не идти. И вот эти русские россияне думают, что русские националисты – это и русские фашисты. Верят в тяну, что рассказывают им по первому и второму каналу дуроскоп, этот зомбоящий, который они продолжают смотреть. Начинайте включать свою голову, читайте русскую национально-патриотическую литературу, промывайте свои, прочищайте мозги от россиянцев. Становитесь русскими людьми. У нас с вами все будет хорошо, а у них будет все очень плохо. Все это общество будет конфлистовано в области Болливудового народа. И национальности. Мы все у нас власть за звёздiamo на этом побегу, рессиям Пурили. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...